Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С днём российского парламентаризма, а также сотрудников аппаратов органов законодательной власти и, конечно, ветеранов парламентской деятельности. В мае Совету законодательной исполнится 10 лет. Все мы уже убедились, что этот формат полезен и востребован. Координируя разработку законов, следуя принципам федерализма, Совет способствует сбалансированному развитию страны, отражает всё многообразие и богатство наших регионов, наших территорий. В основе вашей работы публичный конструктивный диалог, такой открытый конкретный обмен мнениями, безусловно, повышает ответственность Совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Но не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом всё это повисло. Люди ждут, и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В этой связи подчеркну, что поправки Конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства любых внешних сил. Именно народ, и только народ России является источником власти в нашей стране. Его представители, парламентские партии при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идёт о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности Отечества нашего. Такой патриотический настрой понятен, близок к людям, всегда поддерживается большинством, подавляющим большинством граждан нашей страны. Это показывают и выборы, и все опросы общественного мнения. Да по-другому, в принципе, и быть не может, потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплочённость людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдёт через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас. И в этой связи хочу вновь подчеркнуть, все задачи специальной военной операции, проводимые нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, Российского Крыма и всей нашей страны. Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям. Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, именно исторически проводили и проводят. Так было ещё в стародавние времена, вы это хорошо знаете. Такая самостоятельная, большая, огромная даже по их представлениям страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность. Мы помним о варварских планах нацистов в отношении советского народа. Загнать его. Помните, да? Кто способен работать, того заставить работать, подчинив рабскому труду и рабским условиям. А кто не нужен? За Урал, на север, на вымирание. В документах у них прописано было здесь. Это исторические документы. Мы помним об этом. Помним также и о том, как западные государства в начале 90-х, в 2000-х годах поощали международных террористов и бандитов на Северном Кавказе. Они спекулировали на проблемах нашего прошлого, на действительно проблемных вопросах, на несправедливостях прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, а сделали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, для того, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге для того, чтобы её расчленить и разрушить. Вот для чего они это всё делали. В конечном итоге загнать у нас в так называемый медвежий угол. Так многие во все времена стремились делать в отношении, поступить в отношении России. Но они так и не достигли своей цели, но не смирились с тем, что не удалось это сделать. Не смирились с тем, что нам, несмотря на этот натиск, удалось тогда выстоять. Поэтому позднее взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя всякие предлоги, да, иногда просто без всяких предлогов, внедряли всё новые санкционные ограничения. Кстати, и сегодняшние планы экономического удушения также провалились. Наряду с этим недруги нашей стороны форсировали изготовление нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, это не является, но, безусловно, передали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. И с года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в антироссию. Напомню, ведь когда Россия благосклонно, я бы сказал, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя, развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития, да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях антироссии никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем. А затем, конечно, довели до столкновения, до прямого столкновения. Подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, с нашей страной. Напомню, такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины. Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной. Уважаемые коллеги, хочу еще раз подчеркнуть, наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса героически выполняют свой долг. Все поставленные задачи, как я уже сказал, будут решены. Но что бы хотел сейчас отметить и сказать, говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее событие со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить все фракции Государственной Думы и Совет Федерации за твердость и солидарную поддержку, за обеспечение высоких темпов и качества правотворческой работы в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Я рассчитываю, что законодатели в регионах будут работать столь же интенсивно, столь же оперативно, будут координировать свою деятельность с региональными исполнителями органов власти. В числе тех мер, о которых я говорю, уже несколько пакетов антисанкционных мер принятых за два месяца, десятки важнейших законов и подзаконных актов, которые уже прошли через законодательные собрания и через парламент России. Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсии, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан – семьям с детьми и людям старшего поколения. Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка. В результате мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самые первые, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет, наоборот, располагаются сейчас хорошим ресурсом для развития, для запуска новых проектов в инфраструктуре, промышленности, в освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов. Безусловно, это результат взвешенной, ответственной социально-экономической политики последних лет. Реализация наших национальных проектов – результат, безусловно, и вашей, уважаемые коллеги, вашей слаженной, энергичной работы в нынешних экстраординарных условиях. Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых, эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей. При этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны, а поддельным направлением и глобальное лидерство. Там это абсолютно возможная задача для ее решения. Там, где у нас есть, а у нас есть необходимые научные заделы, инженерные школы, производственная база. Сколько мы самолетов раньше выпускали? Компании, перевозчики с большим удовольствием покупали иностранную технику. Да, у иностранной техники и по шумам, и по топливу есть преимущества. Но надо, чтобы наши производители стремились к этим стандартам. Но они с трудом могли решать эту задачу в условиях, когда внутренний рынок схвачен иностранными производителями. Вот в чем проблема. И так почти по всем товарам. Но там, где можно, там, где, повторяю, есть у нас продвинутые школы, инженерные кадры, подготовленный потенциал, его нужно развивать. Таких направлений у нас очень много. Для очень многих направлений производства, причем высокотехнологичного производства, открываются хорошие новые современные возможности. Как уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытке нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственниках и добросовестных инвесторов. Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского корпуса и в центре, и в регионах. Я прошу вас лично напрямую работать с руководителем муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в решении возникающих проблем, по итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки. И добавлю, что особая ответственность здесь на «Единой России», конечно, как ведущая партия, но обращаюсь сейчас ко всем парламентским партиям. Прошу вас работать солидарно. В целом, прошу всех вас быть на прямой связи с людьми, чьи это избиратели, или вообще ходил ли кто-то на выборы. Это вообще уже сегодня не важно, не принципиально. Важно всем людям, всем им уделять время и внимание, откликаться, если к вам обратились за помощью и защитой. Да иногда и просто за советом люди приходят, и на это нужно откликаться. Ещё одна крайне значимая задача для тех, кто работает в комитетах по международным делам, в группах дружбы с коллегами из других стран. Понимаю, что на некоторых площадках стало вообще невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем, в ПАСЭ. Вообще многие из них, эти площадки, создавались в начале 90-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это с вами хорошо знаем, но эти инструменты отжили свой век, они уже никому не нужны. Пусть занимаются своими проблемами, пусть борются за повышение заработной платы и за решение тех проблем, которых у них там полно. Здесь не будем время занимать на то, чтобы об этом говорить. В том числе это касается и прав человека, прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда. В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами. Но сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, тем не менее, в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались. Прямые контакты, они никогда не помешают, потому что у нас там много сторонников, уверяю вас. Да вы и сами это знаете. Но работать нужно с ними для того, чтобы аргументировать нашу позицию, отстаивать правду, доносить информацию до людей, которые хотят её знать, правдивую информацию. Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорила о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов иностранных наёмников, а их там всё больше и больше на Украине появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько их задержали. Скоро Минобороны придявят их общественности. Этим злодеянием обязательно нам будет дана объективная юридическая оценка. Но нужно уже сейчас поднимать все эти вопросы и на международном, в том числе и на парламентском уровне. Уже говорил о предотвращённой попытке киевского режима устранить, физически устранить путём совершения терактов некоторых наших журналистов. Но что в этой связи должен сказать? Значит, преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия. Но не секрет, что такие методы убийства прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию. Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах, на российских, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию. А таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве. Но мы должны понимать, что такая угроза существует. Каждому, конечно, мы не можем представить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии. Но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность. Но что я хочу сказать и в чём я абсолютно уверен. Вот такие попытки запугать тех, кто работает в медиапространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал, наоборот. И вот я ни секунды в этом не занимаюсь. Наоборот. Это приведёт в их ряды ещё большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны. Уважаемые коллеги, в вашей повестке целый ряд актуальных задач. Я желаю вам удачи и успехов в предстоящей работе. Ну и, конечно, поздравляю всех с наступающим великим, главным для нас праздником, праздником Великой Победы. Уверен, что несгибаемая воля, мужество, верность Отечеству всегда будут вдохновлять вас, всех нас. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Благодарю вас. Спасибо.